Вам не надо. Зачем? У вас просто куриклинки. Рекорд. Ну, хотите, пробуйте. Хорошо. Если можете. Так, хорошо, ребят, надо выходить в эфир уже 12 часов. А мы еще не готовы. Вернее, мы готовы. Мы выходим в эфир. Дорогие зрители, мы приветствуем вас на канале «Ну что, евреи, объединяемся?». Здравствуйте, наши дорогие зрители на канале «Ну что, евреи, объединяемся?». Сегодня у нас 8 мая 2022 года. Я напоминаю всем нашим зрителям, что кроме YouTube-канала мы также выходим в прямом эфире из Facebook-групп «Евреи Кремниевой долины» и «Сан-Франциско объединяйтесь». И последние новости Украины, России и всего мира. Наша программа выходит при поддержке некоммерческой организации United Jews of America. Поэтому, если вы хотите каким-то образом нас поддержать, ссылки для этого находятся в описании к этому видео. А сегодня у нас воскресенье. По воскресеньям у нас, как обычно, встреча с интересными людьми. Но до этого я хочу поздравить всех наших мам, бабушек, сестер, дочек с Mother's Day, которые у нас сегодня в Америке. Всех поздравляем, желаем всего самого наилучшего. А сегодня у нас в гостях политик и предприниматель, бывший депутат Государственной Думы, бывший основатель и председатель партии экономической свободы и еще много-много-много разных регалий. Константин Натанович Боровой. Константин Натанович, добрый день. Здравствуйте, Александр. Да, мы с вами последний раз встречались пять месяцев назад. Не знаю, помните вы нашу встречу или нет. Вот мы обсуждали евреев в окружении Путина, обсуждали экономическое положение в Америке и во всем мире. Ну, что вы можете нам сказать, что изменилось за эти пять месяцев с вашей точки зрения? Ну, началась война в Украине, очень опасно. И то, о чем я, по-моему, у вас тоже предупреждал, что Путин – это все очень опасно. Все это, к сожалению, осуществилось. Я читал лекцию 14 февраля в университете Пенсильвании. И меня там спрашивали, насколько опасно, и я объяснял, что очень опасно, и что это может произойти в любой момент. И это чревато Третьей мировой войной. И один из профессоров сказал, что я алармист. Вот. А это было 14 февраля. 24 февраля, вы знаете, началась война в Украине. Вот. И он прислал извинения. Он сказал, что я Кассандра. А бутылку коньяка он не прислал вам? Нет. Более того, даже от евреев, которые объединяются в Сан-Франциско, не то, что там оплаты, но даже и бутылки коньяка не поступают. Я вот все надеюсь. Это наше упущение. Это наше упущение. Да, давайте, не упускайте эту возможность. Хорошо. Попарились. Да, хорошо. Константин Натальевич, вот хотелось бы узнать буквально пару вопросов. Я задам, и потом мы сразу перейдем к вопросам из нашего зала, из людей, которые с нами вместе сейчас на Zoom, или вопросы будут из YouTube поступать. Поэтому первый вопрос я хотел бы вас спросить. Все-таки за последнее время, за последние пять месяцев, за последний год, очень сильно повысились цены в Америке. Вот в Америке, во всем мире, с чем вы связываете это повышение цены? Это началось еще до войны с России. Поднялись цены, разумеется, на нефть сейчас. Но вот с вашей точки зрения, с чем связано это повышение цен, которые сейчас вы как экономист, как депутат бывший, я думаю, что у вас есть ваши, как математик, может быть, у вас есть ваше мнение, почему поднимаются цены? Это политика, политика социалистической партии, во главе которой находится Байден. Политика, которая приводит к очень большим государственным расходам, к очень неэффективным проектам. И следствием того, что государство допечатывает деньги и тратит их на эти проекты, является коррупция, инфляция, повышение стоимости товаров, продуктов, безработица. Вот последнее решение экономическое – это повысить процентную ставку. И это значит, что меньше бизнесов будут создаваться, что брать кредиты станет невыгодно. И это значит, что со временем американцы столкнутся с повышением вот этого рейтинга безработицы. Это социалисты. Они себя называют прогрессистами демократической партии, но по сути это социалисты. 40% сторонников демократической партии в Соединенных Штатах хотят строить социализм. В демократической партии очень популярен Сандерс, марксист. И он морочит голову американцам, рассказываем о каком-то несуществующем шведском социализме. Я прожил долгую жизнь. За это время в очень многих странах пытались установить вот это общество справедливости, общество равенства. и каждый раз в Кампучи, во всех государствах Африки, Латинской Америки, каждый раз это превращалось в концлагерь. Я помню, что в 62-м году, это еще период оттепели преподавателя своему, я сказал, что вот, ну, почему же так? Всегда авторитарный режим, всегда культ личности, всегда концлагерь. Он мне говорит, а вот смотрите, Куба, вот там они новый эксперимент проводят, это молодые бордачи, барбудос, романтики, они построят справедливое общество, социализм. Вот сегодня мы уже знаем, что это общество, концлагерь, очень жесткий концлагерь, преследующий всех заинокомыслия. Всякий раз, когда строился социализм на этой планете, это превращалось в концлагерь, иногда в страшный концлагерь, как в Кампучи, когда они уничтожали треть населения, причем уничтожали совершенно садистскими способами, они убивали вот этих умных людей, преподавателей, учителей, забивали в ухо бамбуковую палочку, 10-сантиметровую. При этом человек не умирал сразу, а он умирал в мучениях очень долго, в течение 3-5 дней. Вот такой социализм, коммунизм в Кампучи был, причем организовывали его интеллектуалы, люди, там, этот Пол Потт, Янг Сари, люди, которые закончили в Париже университеты, интеллектуалы настоящие, не сильно отличавшиеся от интеллектуалов российских. Там, Троцкий в свое время произнес замечательную фразу о том, что из 130 миллионов граждан России Российской империи нам придется физически уничтожить 40 миллионов, потому что это люди, которые не примут социализм. И единственный способ нам, как стране социализма, выжить, это их уничтожить, физически закопать. Вот, ну, там, правда, говорят, что 100 миллионов удалось коммунистам уничтожить в Советском Союзе, но задача была выполнена. Так что, а виноваты не они, конечно, виноват не Байден, виноват не Берни Сандерс, виноват те дурачки, которые продолжают за них голосовать, думая, что они действительно установят справедливое общество. Дурачки, которые не понимают, что все, что происходит на Земле, это же опыт. Человечество развивается, потому что оно использует свой опыт и не развивается, когда этого опыта нету или его не используют. Я ответил на вашу вопрос? Да, вы ответили, спасибо большое. Еще сразу такой вопрос. поднял сейчас Федеральный Резерв, поднял ставку на полпроцента. А как вы предлагаете, поможет это, не поможет в борьбе с инфляцией, а вот что вы предлагаете? Какое ваше решение, как бороться с инфляцией? Это очень традиционный, стандартный способ борьбы с инфляцией, повышение ставки. Вот давайте я по-другому ваш вопрос задам, переделаю. От алкоголизма надо лечить этим способом, этим. Какой способ полезнее? Мы с вами знаем, что один способ полезнее другого. Но может быть начать с другого, может быть начать с того, чтобы не создавать условия, чтобы человек становился алкоголиком. Вот сегодня эта инфляция, это результат безумных проектов, которые осуществляет демократическая партия. Еще слава Богу, они отказались от идеи компенсации черным семьям за 500-400 лет рабства. это проект, который оценивался в 14 триллионов в год. 14 триллионов. Если бы этот проект начали осуществлять, но сейчас бы инфляция была бы в Соединенных Штатах не 5 процентов в год или 6, а все 50 процентов в год. создан проект инфраструктурного бюджета, это фактически вложение денег в улучшение инфраструктуры в Соединенных Штатах. Когда государство вкладывает деньги в бизнес, в развитие экономики, в развитие бизнеса, это означает только одно, это означает безумную коррупцию, которая будет порождена вот этим инфраструктурным проектом. Уже многие компании огромные средства отчисляют за коррупционных средств. Это уже известно. Проект, скажем, вот сейчас тоже безумный проект бесплатное лечение ковида. Значит, это же, понимаете, как, значит, когда изобретается лекарство, то первое время оно стоит очень дорого. Одна таблетка может стоить тысячу долларов. Вот, а потом со временем, когда количество лекарств становится большим, стоимость ее уменьшается, появляются дженерики, появляются, так сказать, другие лекарства. Вот, а с вакциной антиковидной произошла странная вещь, ее цена не меняется, даже тогда, когда стали производить вакцину в количестве миллиардном. Более того, фармацевтическим компаниям так сильно понравилось вот эта халява, что уже детей начинают прививать там от шести месяцев до двух лет. Причем известно, что это может быть опасно, понимаете, там не все до конца исследовано, но компании фармацевтические все равно, они деньги должны зарабатывать. Вот, так что, а кто тратит эти деньги на вот эти вакцины? Кто? Государство. Каждая вакцина сейчас стоит 50 долларов. Значит, она стоила в начале 50 долларов и сейчас стоит 50 долларов. Вот, 50 долларов умножить на 1 миллиард копий, то у вас получится 50 миллиардов. Только, ну, там на самом деле больше вакцин производится. Хорошо, математику мы хорошо все умеем считать, тем более у нас тут евреи собрались. Вот Борис Штульман поднимает руку, давайте дадим ему спросить. Я хочу вернуться немножко к этой, может быть, чисто теоретической сегодня теме о социализме, который вы в самом начале свои затронули. Ну, хорошо, предположим, мы понимаем, что социализм в такой форме, как он существовал или проявлялся где-то в некоторых странах, не говорю уже в Советском Союзе, это неестественная и совершенно неэффективная экономика во всяком случае, не сравнить с капиталистической. Но, тем не менее, ну, вот как кто-то мне подсказал, что капитализм ведь тоже не фонтан. И, может быть, не просто так, западные страны вполне цивилизованные, если не самые цивилизованные, щупают вот эту систему, какую-то, может быть, не социалистическую, не капиталистическую. Вы помните, я в самом начале, у меня вырвалось такое выражение капиталистический социализм. Все-таки человечество держится вперед, ищет какие-то новые формы отношений, капитала. Ну, надо же ведь как-то подумать о том, может быть, все-таки что-то можно взять для совершенствования более рационального, более эффективного, более человеческого общества. Давайте тогда что-нибудь возьмем от нацизма, от фашизма. Давайте что-нибудь возьмем от людоедства. Сейчас Путин занимается людоедством в Украине. Включилась пропаганда, там огромное количество людей говорят, что вот это и есть справедливость. Там был такой Евгений Максимович Примаков, который говорил, что это несправедливо, что американцы управляют миром. Мир должен быть многополюсным, многополярным, и в одном из полюсов этого мира должна быть Россия вот с ее интересами. Я тут слушал, знаете, был фильм такой на National Geographic, он был сделан по исследованию американских журналистов, психологов, которые проводили в Германии в 45-м году сразу после поражения нацистской Германии проводили исследование. Вот они подходили к немцам и немцы им говорили, что это все пропаганда еврейская насчет концлагерей, насчет Холокоста. Это все неправда, говорили немцы. И тогда их заставляли раскапывать руками эти могилы евреев. Понимаете? И другие немцы говорили, вот там интересный эпизод, они зашли в какое-то кафе, хозяйка очень недовольна была ими. Они говорят, ну, в чем дело-то, причем они говорят с еврейским акцентом, как вы понимаете. Вот, она говорит, что мы боролись за жизненное пространство, всего-навсего. Нам после Первой мировой войны не давали Германии жизненного пространства. Нас душили, и мы боролись за свое жизненное пространство. А вы сегодня оккупировали нас и еще какие-то вопросы задаете. Вот. Так что, понимаете, можно, конечно, порассуждать, а что хорошего было при социализме. Мы моложе были при социализме. Это единственное, что было хорошим. Все остальное нету ни одного, ни одного примера социалистического государства, социалистических реформ, которые не приводили бы к концлагерю. Нету. Можно еще раз попробовать с Бернис Сандерсом. Можно. Но вот сейчас уже попробовали с Джо Байденом. И нам не нравится безумная инфляция, а бензин в это же время год назад. Я заправлялся там на 20 долларов. И теперь значит на 50 заправляюсь. Ну хорошо. Ну извините, но тогда вы не совсем ответили. Я согласен во всем. Просто у меня вызывает сомнение, что как-то человек не может найти то, пусть несовершенное, но что-то человеческое, как я сказал. Это вопрос принципов. Значит существует два похожих, но различных принципов. Общество равенства и общество равных возможностей. вот люди, которые были сторонниками общества равенства, значит они должны знать, что равенство в конце концов будет в тюрьме, в гулаге, в лагере. А общество равных возможностей это развитие человечества. Это Европа, это золотой миллиард, это Соединенные Штаты, там Канада и так далее. Хорошо, спасибо. Вот Люба хочет спросить. Можно мне, нет, это не вопрос, я хотела бы добавить пару слов о социализме, поскольку Борис поднял этот вопрос, очень Константинович хорошо отвечал, но мне хочется добавить несколько слов, я не понимаю, почему человечество не осознает простой вещи, есть такая наука, этология, наука о социуме, о жизни социума, и вот эта наука утверждает, что ни в каком социуме никогда нет равенства и быть его не может, структура социума всегда иерархия, зачем люди ищут вот это равенство, которого быть не может, его не может быть, совершенно правильно говорил Константин Натальевич, его по определению быть не может. И это, знаете, напоминает мне еще один аспект существования человеческого общества, когда общество активно борется с потеплением, совершенно игнорирует тот факт, что это астрономический момент, что все обусловлено просто астрономией, понимаете? Я с вами согласен, и это, кстати, еще одна статья расходов демократической партии, борьба с экологией, причем расходы огромные, понимаете, я где-то год назад присутствовал на митинге в центре Лос-Анджелеса, куда привезли на автобусах детей, которые держали лозунги, эти лозунги им, конечно, взрослые приготовили, и на лозунгах было написано «Мы хотим жить, мы не хотим умирать». Это очень дорогой проект демократической партии, вообще на самом деле не только демократической партии, в Европе его поддерживают многие социалисты. Это идея, концепция обложения налогом богатых, и все прекрасно понимают то, о чем вы говорите, о том, что это не результат деятельности человека, это результат колебаний, так сказать, глобальных. Но, тем не менее, требуют соблюдения Парижской конвенции и других отчислений огромных миллиардов на эти проекты, и социалистическая партия, то есть, демократическая партия Соединенных Штатов тоже в бюджете предусматривает миллиарды на продвижение этих проектов. Это деньги, которые будут немедленно украдены. Как сейчас там наш с вами губернатор, я помню начало этого ковида, когда тратились безумные какие-то деньги на рекламу страха, когда в интернете, по телевизору шла эта реклама, там медсестры рассказывали, как люди умирают от ковида, в каких мучениях, как будто они умирают от рака в других мучениях. Вот реклама, колоссальная реклама, и продолжается сейчас реклама масок, и это просто украденные деньги, это деньги бюджетные, которые из бюджета крадут те, кто продвигает эту рекламу. И я помню, как губернатор Ньюсом вдруг запретил использовать велосипедные дорожки вдоль океана. Вдоль океана, где солнце, где соль, где абсолютно такая стерильная атмосфера. А потом вдруг ему журналисты задавали вопрос, почему этот запрет действовать нельзя, использовать шезлонги и кресла на пляже. Почему? Он сказал, объяснить это невозможно было, он сказал, это заключение ученых, я тут просто выполняю их требования. хорошо, вот Михаил Познер хочет спросить, пожалуйста, Михаил. Константин Натанович, конечно, я очень рад, что могу побеседовать с такой легендарной личностью, как вы, десятилетиями знаю вас, и, конечно, благодарен вашу борьбу с коммунистической диктатурой и против путинского режима, и, конечно, то, что у вас соратницей была Валерия Новодворская. Но о том, что мы с вами согласны, просто говорить неинтересно, поэтому я буду говорить о том, что скорее не согласен. Тут, конечно, странно прозвучала от вас конспирология антивакцины, но даже не об этом я хочу спросить, а хочу о Трампе. Значит, вы как человек со стороны справа, как бы, сектора, с правой стороны вы, конечно, человек закона, 70 судов, практически все американские суды, 70 судов признали то, что Трамп выборы проиграл, а он утверждает, что он выиграл. Пожалуй, это скорее большевистский наскок от Трампа. Он скорее относится к левому сектору, и не зря многие рабочие классы и пролетариат именно проголосовали за Трампа. И я не понимаю, как можно Трампа поддерживать, если он выступает против закона. Михаил, вот у вас на фоне украинских флагов скажите, вот как вы думаете, смог ли Путин начать вот эту войну при Трампе? Я сразу отвечу, нет. Путин ловил Трампа, ловил Трампа на международных конференциях около туалета за рукав и просил какие-нибудь встречи. Это было невозможно. Понимаете, вот это начало этой войны, ну, вы же присутствовали при этом, вы были на этой планете, когда она начиналась, когда президент Байден говорил о том, что... В 2014 году началось. Когда президент Байден, это я говорю, что началось это в 2000 году, а даже не в 2014. Но мы сейчас с вами говорим о том, что произошло два месяца назад. Значит, и президент Байден говорил, что Путин через несколько дней, через неделю нападет на Украину, но мы, говорил президент Байден, защищать Украину не будем, потому что это чревато Третьей мировой войной. И говорил он это несколько раз. А когда начался конфликт в 2008 году с Грузией, Соединенные Штаты поддержали Грузию. И Путин, который находился в 50 километрах от Тбилиси, развернул войска и ушел с территории Грузии. Никакая Третья мировая война не началась. Тогда Обама по-моему был. Нет, тогда Буш был. Тогда не демократы были у власти, а когда демократы пришли к власти. В 2008? Да, это Буш. А когда демократы Нет, я думаю, что вы ошибаетесь, но я сейчас проверю. Не забудьте извиниться, когда проверю. Хорошо, я извинюсь. Значит, в сегодняшних условиях Трамп мог бы быть спасением не только для Украины, но и для американцев всех, потому что вот эта безумная инфляция, это безумные проекты, которые осуществляет демократическая партия, это катастрофа. И остаются еще люди, которые продолжают верить демократические партии, и люди, которые не понимают очень простой прямой связи между приходом к власти социалистов, которые сотрудничают с Путиным, и сотрудничают сегодня в том числе и в связи с войной в Украине. европейцы, которые вместо того, чтобы поставить натовцы, вместо того, чтобы поставлять оружие и закрывать небо над Украиной, говорят, что нет, это очень опасно, мы можем разгневать с Путина, и он тогда непонятно, что сделает. Эту войну можно было закончить в течение недели, если бы было такое желание со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Вы проверили, кто был у власти? Я сейчас проверил, я извиняюсь перед вами, действительно, это был Буш. Но вы ушли от прямого вопроса, что Трамп все-таки проиграл выборы, утверждает, что выиграл, согласно Микарскому закону. На ваш прямой вопрос, прямой ответ, то, что вы сказали, это ложь. Все суды, куда подавались иски, куда приводились свидетели, все до одного отказались рассматривать этот вопрос. Все до одного. Плохие американские суды, плохая страна. Это причем здесь плохая страна? Это безумный лоббизм. Почему же суды отказались? Это же там законники. Это безумный лоббизм демократической партии. Когда я в 2014 году приехал в Соединенные Штаты, я столкнулся с явлением, позорным явлением, которое началось и стало проявляться очень активно в 2016 пропагандистская кампания, когда 100% средств массовой информации занимали одну единственную. Вы знаете, я написал книгу, называется «Россия против США». В этой книге я рассказываю о том, как я в 1999 году привез информацию, встретился с директором ФБР о том, что против США готовится нападение неким Бин Ладеном. 1999 год – это за два года до НЛЛ. И его организация «Аль-Каида». И они пытаются гражданскими самолетами торпедировать небоскребы в США. Это ценнейшая информация была и моя книга. Это сенсация. Ко мне обратился журналист из «Лос-Анджелес Таймс». Он сказал, мы хотим сделать рекламу вашей книге. Это сенсация, то, что вы опубликовали. Но нам от вас нужна позиция антитрамповская. Если вы каким-то образом свяжете с республиканцами хотя бы вот эту ситуацию, что вам не поверили в свое время, мы примем от вас статью, мы сделаем рекламу вашей книги. Безумная пропагандистская кампания, в результате которой многие, очень многие умные люди сегодня сторонники Украины, которые на фоне держат флаг Украины, поддерживают Байдена, который хочет договориться с Путиным и не хочет помогать Украине. И выступают против Трампа, при котором Украина себя чувствовала в безопасности. Верховный суд республиканцов. Минуточку, минуточку, Михаил, вы извинились? Да, я извиняюсь, я еще раз извиняюсь, я извинился, еще раз извиняюсь. Я ошибся. Я вас на всякий случай лишаю права голоса, потому что вы неправы были несколько раз. И вы вот сейчас два раза. Сейчас идет эта безумная реклама тоже демократической партии о том, что необходимо бороться с фейк-ньюс. В качестве фейк-ньюс они выдвигают идею трампизма. Трампизм это фейк-ньюс. Это неправда, социализм наше решение. А этот капитализм или они коммунизм хотят строить. Вы этого не знаете? Я, кстати, республика против коммунизма. Я понимаю. Они хотят строить коммунизм. И вам не нравится единственный человек, который сегодня противостоит социалистам в Соединенных Штатах. Единственный, самый известный Дональд Трамп. Давайте его поддерживать, а не Байдена. Михаил, да, все, вы уже у нас спросили много вопросов, у нас еще есть другие участники, которые хотят спросить. Я просто еще один, Константин Натанович, вопрос про санкции. Можно немножко, как строить все-таки отношения сегодня, Америка и весь мир должны строить отношения и с Россией, и с Украиной, как с вашей точки зрения вообще должен, куда должна идти экономика вот в этом ключе? Сегодня у нас с вами одна единственная задача. У всего мира, у мирового сообщества, у людей, так сказать, желающих выжить на этой земле, это остановить военную машину Путина. Одна единственная задача. Остановить военную машину Путина можно, прекратив ее финансировать. Сегодня Соединенные Штаты платят Путину в день, пожалуйста, услышьте эту цифру, в день за энергоносители 1 миллиард долларов. Байден считая себя каким-то невероятным героем предлагал выделить на помощь Украине 14 миллиардов долларов. Сейчас рассматривается большая цифра. Но вот сравните двухнедельный расход Путина на войну, эти 14 миллиардов долларов. Это просто смешно. И есть еще одна задача. Это подготовка международного трибунала. То, что сегодня делает Россия в Украине, это преступления против человечности. Этих уродов их надо уже начинать готовить к международному трибуналу. Надо создавать этот трибунал. Надо разгромить эту военную машину Путина, а не слушать Шольца, который говорит, и Байден кстати тоже говорит, что мы не должны допустить, чтобы Украина разгромила Путина. Это чревато какими-то опасностями. И эту военную машину так же как фашизм, нацизм надо уничтожить. если это нужно не только для украинцев, не только для американцев, это нужно для самих граждан России, которые находятся сегодня в заложниках у чекистов. Нам сегодня нужно настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты эмбарго. значит вчера что ли или уже сегодня я не помню кто-то из европейцев ответственных политиков заявил что да мы можем ввести эмбарго но не раньше чем через 9 месяцев. Через 9 месяцев он будет под Берлином Путин или уже под Лондоном. Это необходимо делать срочно спасать Украину. Украина героически защищает весь остальной мир. Ну хорошо. Но ваше предложение не приведет случайно к Третьей мировой войне если весь мир сейчас набросится на Россию и таким образом Путин и все кто знает видимо за ним стоят еще какие-то силы которые могут нажать на ядерную кнопку. Действия в Грузии в 2008 году могли привести к Третьей мировой войне? Наверное. Сегодня мы с вами находимся в условиях Третьей мировой войны. Цивилизованное сообщество борется с армадой Путина Мукашенко и так далее. Что для нас с вами ценно? Свобода или нормальное существование или вы согласитесь на рабство у Путина? Нормальные люди всегда выбирают свободу. Для украинцев этой проблемы нет. Значит, сдаться Путину, но не потерять там. Сегодня, кстати говоря, военных и мирных граждан количество потерь в Украине достигает почти 50 тысяч. Все это можно было избежать. Для этого надо было просто сдаться Путину, сделать то, что предлагал Джо Байден. Предоставить политическое убежище Зеленскому, позволить Путину установить свою администрацию, сделать Кадырова губернатором Киевской области. И все. И счастливое рабское существование ни одного погибшего или погибшие только националисты украинские, как Путин говорит, фашисты. бандеровцы. Ну, вы согласны с этим? Вы согласны с тем, что правильнее было бы уступить Путину? Отдать ему Киев, отдать ему всю Украину? При этом, ну, только националисты пострадали бы. А почему нужно было отдавать? Договориться по-другому нельзя было? Вот вы считаете, что нельзя было ни с Россией, ни с вроде бы Россия не возражает против переговоров, договориться нельзя, потому что Путину нужно сохранить влияние во всей Украине. Ему нужен весь восток, ему нужен весь юг, ему нужен весь Крым, ему нужно влияние, которое превратит Украину в колонию России, Украину, которая не имеет права вступить в Европейский Союз, Украина, которая не имеет права вступить в НАТО. Ну, хорошо, хорошо, давайте попробуем немножко отойти, хотя от войны отойти тяжело, там гибнут люди каждый день и я, честно говоря, сегодня не вижу решения, то, что вы предлагаете, вы предлагаете, чтобы еще гибли, я не знаю, сотни, миллионы людей. ситуация была похожа, абсолютно совпадающая, была в Кувейте, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт, вывез весь золотой запас, приватизировал под себя всю нефтедобычу и начал провокация против Саудовской Аравии. Саудовская Аравия обратилась Соединенным Штатам в течение недели с помощью высокоточного оружия были уничтожены армии Саддама Хусейна, эти танковые, которые оккупировали Кувейт. потом это был 91-й год, потом американцы остановились, но все равно в 98-м году пришлось это продолжить. Сегодня, если ввести бесполетную зону над Украиной и поставить Украине высокоточное оружие, никакой Третьей мировой войны не будет. Будет разгромлена военная машина Путина, которая создает опасность Третьей мировой войны. И Путин больше не сунется никогда не только в Украину, но и в Молдову, куда он собирается, но и в Латвию, в Литву, в Эстонию, в Финляндию и мало ли еще куда. Сейчас уже он выводит войска из Сирии. Уже вот эта мужественная борьба украинцев приводит к тому, что на Ближнем Востоке ситуация возможно успокоится. Я надеюсь, что российские спецслужбы, российские войска будут выводиться из Центрально-Африканской республики, где их очень много, из Венесуэлы, где они угрожают уже Соединенным Штатам, ну и из других регионов мира. Спасибо. Есть еще вопросы, я не вижу, пока у нас слушайте, а вот есть Леонид Мехтлин хочет спросить, Леонид откройте ваш микрофон, потом Зара. Как вы относитесь к Сахаровской теории конвергенции? Знаете, когда Андрей Дмитриевич высказал эту теорию, это был Советский Союз, это была власть КГБ и КПСС, эту теорию очень сильной критики подвергла Валерия Ильинична Новодворская. Она говорила, что очень художественно, что нет мира между Богом и дьяволом и что теория слияния коммунизма, коммунистического концлагеря и свободного общества это глупость, сказала она. Мы с Еленой Георгиевной Боннер, женой Андрея Дмитриевича, обсуждали этот вопрос, когда она еще была жива, я не помню, где, здесь или в Москве, и Елена Георгиевна сказала мне, что Валерия Ильинична очень резко тогда выступила против Сахарова, что это их очень расстроило, и многие диссиденты, желая поддержать Андрея Дмитриевича, говорили, что не надо обращать внимание на то, что говорит Новодворская, она агент КГБ. Сергей Григорянц, известный правозащитник, он, кстати, повторил эту идею о том, что заявления Новодворской были так провокационны, что это выглядело так, будто бы она агент КГБ. Это очень большая глупость, возможность слияния капитализма и коммунизма, и коммунистической партии. Очень хорошо, что эта теория не получила поддержки, развития. Андрей Дмитриевич сам от нее со временем отказался, когда началась какая-то начальная стадия демократизации в Советском Союзе. Понимаете, ученые иногда высказывают неточные что ли гипотезы, неверные. Вот я бы относил теорию конвергенции Андрея Дмитриевича Сакрова к ошибочным теориям. Сращивание капитализма и социализма невозможно. Сращивание Бога и дьявола невозможно. А как Ден-Саопиновской теории? Ну, то же самое, понимаете. Это же сегодня у нас с вами в Китае очень опасный для мира, очень опасный эксперимент. это коммунистическая партия во главе страны, которая допустила рыночные элементы внутри себя. Это уже конвергенция на практике. уже возникли конфликтные ситуации, вы знаете, наверное, знаете о ситуации, которая привела к Тянь-Ань-Мэнь, когда студенты начали требовать многопартийную систему. В Китае растет напряжение очень сильно. Межрегиональное напряжение, политическое напряжение. Китай чреват в будущем очень серьезными преобразованиями. Это вот хорошо, что вы это соизмеряете с теорией конвергенции. Это вот проверка теории, которая закончится трагедией для Китая. Хотя уже вы знаете, наверное, в Гонконге перед самой эпидемией начались тяжелые переходные процессы, протесты, которые начали перекидываться на континентальный Китай. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим продолжение этих процессов. Китайская коммунистическая партия реформируется. она пытается приспособиться к новым условиям. Похожий эксперимент ведь по существу проводил Горбачев. Вот эти кооператоры, кооперативы, элементы рыночной экономики и коммунистическая партия. Но чем это закончилось, мы с вами знаем. Похожие эксперименты проводились Югославия Иосифом Брастита. Коммунистическая партия, авторитарная власть и рыночное преобразование. Чем это закончилось, мы с вами знаем. Югославской империи больше нет. Мне страшно представить, что будет на территории Китая, когда это ядерного Китая, когда это все начнет рассыпаться. Но мы с вами тем не менее знаем примеры, когда распад Больших империй, Британской империи прошел мирным путем. Будем надеяться, что Китайская империя развалится мирным путем. Спасибо. Да, Зара, пожалуйста. Зара хотела что-то спросить. Случайно видимо выключила свою вместо того, чтобы включить микрофон, выключила камеру. пока Зара готовится. Нет, я пожалуйста спрашивайте. Да, спасибо большое. Я просто хотел задать такой немножечко может быть странный вопрос. Во всем ли вы согласны с очень героическим и очень сложным поведением позиции Зеленского? Зар вы знаете поведение Зеленского оптимально это человек которому предложили политическое убежище человек который мог бы отказаться там же ведь было несколько групп лидеров мировых лидеров которые уговаривали Зеленского не сопротивляться оставить Украину предоставить ее Путину предоставить Путину возможность оккупировать Украину вот и это было довольно сложно ему отказаться от поддержки ну мировых лидеров Соединенных Штатов НАТО у него перед началом войны была только поддержка Великобритании и Польши и тем не менее он решился и мы знаем что до сих пор поддержка со стороны членов НАТО она недостаточна вот и до сих пор Украина сражается ну недостаточным оружием тем не менее сражается и побеждает это великий человек многие его уже назвали значит лидером ну мирового уровня лидером Черчилля уровня Черчилля или Рейгана ну в общем мировым лидером его с Черчиллем кто-то сравнил недавно кто-то очень известный вот человек который Черчилль сказал своему народу что я вам ничего не могу пообещать кроме горя и слез и смерти но мы свой остров фашистам не отдадим и Великобритания на европейском континенте осталась в одиночестве тем не менее она себя защищала и победила в отличие там скажем от Франции и Украина победит не может не победить я не вижу вопросов нет а вот есть сначала Анна потом Алла Анна секундочку микрофон ваш откройте Анна откройте ваш микрофон мы вас пока не слышим какая-то проблема ну давайте так а вот пожалуйста значит как в современном мире специалисты оценивают возможности армии России потому что очень много таких данных как будто бы она довольно слабая но не считая ядерного оружия как вы на это смотрите потому что Байден сейчас будет поставлять огромное количество оружия современного и Россия там сейчас мосты разрушает чтобы не пройти Байдену с этим оружием как оценивается мощность русской армии чтобы она так широко по миру шагал ну оценка которая существовала до войны с Украиной российская армия была явно преувеличена это раз очень много как сейчас становится известно очень много было связано с коррупционными проблемами вот и многие современные образцы вооружений которые были заявлены как действующие оказалось что они их просто нету то есть сделали демонстрационные образцы и больше ничего российская армия демотивирована мотивов нет российская армия участвует в войне которая непонятно ни гражданам России ни военным заявлена борьба с фашизмом с национализмом националистов даже нету в парламенте ну или так мало что можно считать что нету фашизма и нацизма никакого нет это чистая пропагандистская выдумка российской пропаганды вот но тем не менее вы знаете в России сегодня очень сильная пропагандистская кампания которая тоже является инструментом войны вот и эта пропагандистская кампания перевела значительную часть населения я думаю процентов 20-30 вот в это состояние поддержки людоедства поддержки Путина поддержки российской варварской российской армии которая совершает на территории Украины военные преступления вы наверное слышали об этом насилие насилие над детьми которые совершают преступления против человечности вакуумные бомбы против роддома против бомбоубежища где прятались там дети ну это варварство которое войдет ваналы истории об этом будут вспоминать россии еще несколько сот лет то как себя россия вела в европе в центре европы понимаете это не чечня это не где-то там на задворках на кавказе это центр европы на глазах и под камеры журналистов независимых свободных количество материалов сегодня для международного уголовного суда колоссальное количество и международный уголовный суд уже начал организации объединенных наций начал так сказать документировать эти события вот так что огромными жертвами украинская армия перемалывает эту российскую армию в которой как оказалось очень много призывников Путин врал что это армия профессионалов что только контрактники оказалось что это армия рабов призывников очень слабой армии с очень слабым оружием предыдущей войны но даже так сказать на этом поле боя Украина побеждает громит армию Путина мне очень жалко тех детей которые он бросает в топку войны вот и я думаю что несколько поколений русских людей российских людей будут ненавидеть Путина и его окружение за то что он делает сегодня с Россией и с российским народом спасибо константин нотанович Алла Боркина пожалуйста включите ваш микрофон задайте вопрос да значит мы пытаемся так сказать прост это проблема видимо с интернетом давайте какой другой вопрос давайте пока другой вопрос Лена пожалуйста которые которые сказали практически одно и то же довольно приятное как мне показалось но Алла секундочку повторите начало вопросов у вас была проблема с интернетом повторите еще раз начало я говорю что мы пытаемся найти информацию разную и вот на интернете мы слушаем то что можем найти вчера я прослушала Юрия Швеца и Пьянковский и они оба как я поняла сказали одно и то же меня это немножко даже успокоило обрадовало но я хотела бы ваше мнение о чем они говорили о том все мы конечно вы правы что вы говорите что третья мировая война наверное уже идет но все боятся конечно и очень жалко конечно украинцев которые погибают по сути дела за весь мир они борются воюют за всех в мире но конечно все люди хотели бы чтобы эта война не пришла в ядерную войну конечно все этого боятся так вот вчера они оба почти одинаково сказали такое что якобы лидеры Запада США и Европейдарии предупредили о том что если он попробует применить тактическое ядерное оружие на Украине то это не останется без ответа и что они тут же очень резко это было сказано применят значит сделают ядерный удар по России а главным образом по Путину потому что всем известно где он находится и все такое это приятно было слышать и как говорится но не является ли это как бы не выдают ли это желаемое за за действительное вот это очень серьезный вопрос правильно как ваше мнение об этом ну во-первых швец и Пятковский это рупоры демократической партии понимаете им сегодня нужно объяснять мотивировать объяснять очень странное поведение Джо Байдена и администрация США которая даже после принятия закона о ленд-лизе все равно продолжает задерживать поставки вооружений в Украину вот они оправдывают не верьте им есть прекрасные источники там вот выступает Арестович Алексей вот его слушайте он дает очень точную информацию причем выступает каждый день я его вижу у Юлии Латыниной но в разных местах в нескольких местах он выступает вот пользуйтесь точными источниками информации значит то что касается применит ядерное оружие это значит отговорка отговорка для того чтобы не помогать Украине в полной мере понимаете сегодня вот вы правильно сказали что это очень сомнительное заявление относительно того что они западные государства применят ядерное оружие против Путина они этого не говорили это вам пианковский швед сказали неправду западные государства лидеры несколько лидеров говорили что они будут предпринимать дипломатические усилия мы с вами знаем что когда Путин напал на Украину на восток Украины и на Крым захватил существовало существовал Будапештский меморандум эта Украина отказалась от ядерного оружия и Украине Соединенные Штаты Великобритания и Россия гарантировали нерушимость границ и после того как нерушимость границ была нарушена Соединенные Штаты Великобритания предприняли дипломатические усилия для того чтобы ситуацию как бы поправить когда начали задавать вопросы журналисты почему не вступиться за Украину вооруженными силами они сказали что Будапештский меморандум не предполагает вступление в войну там ничего такого не написано мы сделали дипломатические заявления в соответствии с Будапештским меморандумом и это все больше мы ничего делать не будем то же самое уже почти там нет сомнений в том что Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине это такие маленькие бомбы или даже химическое оружие как это было сделано в свое время в Сирии вот к сожалению в этом случае мы можем рассчитывать если быть абсолютно объективным честным мы можем рассчитывать на очень жесткие резкие дипломатические заявления никто наносить удар по Путину по его бункеру не будет к сожалению сегодня можно предотвратить это делать это надо очень просто поставлять оружие Украине и помочь Украине сделать там хотя бы для начала безопасным небо над Украиной потому что российские бомбардировщики сбрасывают запрещенные международными соглашениями вакуумные бомбы которые уничтожают огромное количество людей мирное население детей вот спасибо большое давайте попросим Лену еще хотела спросить чтобы она задала вопрос здравствуйте еще раз я очень рада видеть вас Константин Натанович потому что я вспомнил те времена когда мы слушали выступление ваши и Валерия Ильич Новодворской всегда было очень умно интересно сейчас вопрос который у меня был он очень простой он наивный и частично вы на него наверное ответили но я прошу чуть-чуть может быть полнее мы все так следим за Украиной Россией мы с этого начинаем свой день и этим кончаем так мы переживаем а вопрос у меня такой да и мы слышим все как один обозреватели исследователи политологи говорят Украина победит это сто процентов это двести процентов и мы так этого ждем и хотим и вот мне хотелось бы вы уже сказали немножко вот как вы видите какие все-таки более-менее реальные вы видите пути к тому чтобы она все-таки победила потому что ведь мы понимаем что Украина небольшая страна и ее ресурсы не безграничны мне хотелось бы услышать какие могут быть пути к этой победе вы как говорили что-то ну может еще раз спасибо но сейчас самый главный путь к победе это поставки оружия Украине Украина жертвует своими гражданами ресурс этот не бесконечный но это граждане которые очень мотивированы защищать свою землю огромное количество добровольцев со всего мира сегодня в Украине есть даже из Израиля довольно большой отряд добровольцев которые тут в ролике благодарили за то что украинцы им дают кошерную еду вот они сражаются они борются наша задача сегодня требовать от вот здесь в Соединенных Штатах требовать от наших от ваших представителей во власти требовать поддержки Украины это наша часть военных действий потому что сегодня Соединенные Штаты делают недостаточно для поддержки Украины вот сегодня кстати говоря почти 80% американцев на стороне Украины а администрация придерживается чуть иной концепции концепции вот этой недопущения третьей мировой войны которая уже началась и идет вот и иногда возникает у меня возникает ощущение что Байден играет на стороне Путина то есть он пытается помочь Путину и заявление о том что нельзя допустить разгрома Путина потому что тогда в России начнется сложный переходной процесс демократизации эти чекисты будут отстранены от власти в ядерной державе вот я считаю что это неправильная позиция много из того что сегодня делают в Украине ее защитники они делают и для граждан России они создают условия для возвращения России в пространство демократических государств России украли демократию чекисты и время ее возвращать спасибо но я не вижу ваш вопрос можно я еще несколько вопросов Константин Натанович можно вас спросить вы же к евреям имеете отношение у вас папа еврея правильно понимаю Саша я к евреям почти никакого отношения не имею кроме знаете чего националисты русские они печатают довольно часто списки самых отвратительных и самых опасных для России жидов вот ни разу меня не обошла так сказать это честь это раз и во-вторых понимаете в России я думаю что вы человек говорящий по русски должны это понимать человеку у которого общество Натанович ничего доказывать не нужно ни от чего отказываться нельзя про него все известно да в чем вопрос вопрос вот на самом деле как бы когда началась война есть такая версия что все думали что из-за того что ведут санкции то соответственно олигархи соберутся и снимут Путина вот мы все знаем что очень много среди олигархов евреев поэтому вопрос к вам вот такой скажем как вообще с вашей точки зрения евреи должны относиться вот к этой войне или к ситуации которая происходит как Израиль должен относиться к этой войне учитывая то что Россия поддерживает арабские страны вот и в Америке демократический демократическая партия у власти вот как евреи во всем мире в Израиле и в Америке евреи должны относиться к этой ситуации в Советском Союзе в 48 году началась такая кампания по борьбе с космополитизмом она продлилась до самой смерти Сталина до 1953 года борьба с космополитизмом это была мощнейшая антисемитская кампания с разрешения Сталина по его указанию вы знаете многие Михоэлсу убили вот почти все члены еврейского антифашистского комитета которые во время войны помогли Сталину предоставили огромные ресурсы средства Советскому Союзу не все были расстреляны началось с Михоэлса которого убили потом сделали вид что он в автомобильной катастрофе погиб а на самом деле его расстреляли и труп подкинули врачи которые производили его вскрытие мой дед занимался при Хрущеве расследованиями некоторых вот этих обстоятельств его освободили из лагеря в 1953 году он был свидетелем на процессе Берия он просидел 20 лет он был в ЦК Украины когда-то вот и он рассказал что врачи которые вскрывали Михоэлса все были расстреляны то есть они что-то такое обнаружили ну видимо пули просто вот это была мощная антисемитская кампания мои бабушка и дедушка боялись выходить на улицу то есть один раз они ехали в сопровождении моего отца значит какие-то там активисты чекисты остановили троллейбус вывели их на улицу избили у всех на виду это была очень продуманная антисемитская кампания которая закончилась делом врачей известная наверное всем вам история о том что этих врачей отравители которые якобы отравили Жданова других государственных деятелей Тимощук обвиняла в шпионской деятельности против них применяли пытки и от них добивались признательных показаний многие из них признались том что они разбрасывали осколки по берегу Баренцевого моря чтобы рыбаки не могли ловить рыбу ну там вот такого уровня признания были их пытали и сразу после смерти Сталина через несколько дней было объявлено что это все фейк этого ничего не было те следователи которые проводили вот эти все мероприятия часть из них расстреляны были тогда же следователи садисты такие тяжелые такой был следователь Бакиров ну неважно очень расстреляны а основная масса чекистов не пострадала на процессе новодворская вдруг выступил один эксперт и начал цитировать доказывая что новодворская значит ненавидит русский народ она боролась против войны чеченской первой начал цитировать очень точно и на память нацистскую литературу вот и такие явные антисемитские высказания были я попросил Александра Николаевича Яковлева помочь мне понять что это за человек и он в архивах КГБ нашел информацию это был следователь КГБ на процессе врачей которого спасли его послали резидентам в Сингапур и вот потом он вернулся и потом прокуратура его антисемита зоологического антисемита использовала для своих целей вот эти люди это преподаватели Путина предполагать о том что предполагать то что Путин не антисемит это ошибка эти люди воспитанные в школах КГБ они все зоологические антисемиты антисемитами являются даже те немногочисленные евреи которые они привлекли которых они привлекли для своей деятельности я с этим сталкивался я не хочу называть фамилии но поверьте среди вот этих людей из окружения Путина евреев они все антисемиты они все чекисты КГБ это люди для которых их еврейство это просто легенда легенда которая позволяет им выживать вот евреи должны ненавидеть этот советский режим и этот чекистский режим и этих чекистов несмотря даже на то что среди них есть какой-то маленький процент евреев которые делают вид что они евреи у нас есть один вопрос на ютюбе несколько вот Константин из Канады спрашивает смогут ли произойти переговоры с вершением войны с помощью Израиля вы знаете Израиль снял ограничения на поставки оружия в Украину и насколько я знаю Израиль предложил свою посредническую миссию Путину не нужны посредники Путину не нужны переговоры Путин пытается добиться подчинения Украины в сегодняшних условиях это стало невозможно это возможно было в начальный период войны когда у него были ну хотя бы относительные успехи у Путина но больше этого нет больше это невозможно так что переговоры это хорошая идея мир это прекрасная идея но он не нужен Путину Путину нужно мировое господство ну хорошо да Лила пожалуйста просите и пройти микрофон я у меня не вопрос а маленькое уточнение дело в том что в июле будет годовщина расстрела еврейского антифашистского комитета и я готовлю доклад на эту тему и в связи с этим мне стало известно что в еврейском антифашистском комитете было 63 члена и один даже не еврей знаете кто копится так вот расстреляно было 13 самых лучших вот просто к сведению сформулировано было так расстреляно было руководство еврейского антифашистского комитета ну просто уточнение маленькое все спасибо а вам спасибо большое Константин Атанунович а сколько человек а сколько человек оказалось в ГУЛАГе вот это я еще не выяснила судьба даже некоторых судьба осталась неизвестной по виду они сгинули в ГУЛАГе так что я вот сейчас все выясняю спасибо Константин Атанунович нам нужно завершать но вот последний вопрос я попробую задать скажите как будут развиваться вот сейчас события в мире ну и война соответственно Украина Россия Китай Тайвань что вы думаете вот как вообще в мировая ситуация куда будет идти ну вы знаете Китай получил очень хороший урок в Украине Китай в общем занял такую нейтральную позицию если в начале войны когда в России был какой-то относительный успех ну почти поддержка была со стороны Китая то потом это испарилось и в первую очередь потому что у Китая ну абсолютно симметричная ситуация с Тайванем оказалось что после того как Гонконг стал частью Китая это было больше проблем чем приобретений понимаете и там рядом с Тайванем недалеко от Тайваня есть Южная Корея есть Япония Соединенные Штаты вот в этом Тихоокеанском регионе более активно хотя Байден уже сделал заявление но это было перед войной с Украиной что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в действия Китая по отношению к Тайваню потому что это ядерная держава и это грозит третьей мировой войны вот но слава Богу так сказать достоверности этого заявления уже проверено Китай понимая увидел что маленькой Украине помогает Великобритания помогает Польша и это не такой уж слабый оказался не такая слабая страна как казалось Путину в первое время Путин терпит поражения и я думаю что через некоторое время уже в августе мы с вами увидим со стороны Соединенных Штатов со стороны НАТО усилия по сдерживанию Украины потому что ну велика вероятность того что эта война может закончиться подписанием капитуляции парадом победы на Красной площади уже настоящим парадом победы победы украинской техники вот я думаю что вот эта напряженная ситуация еще некоторое время продлится хотя украинская армия перемолола армию агрессора российскую армию и существенно ослабила вот этот российский империализм российскую империю я думаю что начнутся я ожидаю что начнутся процессы в самой России регионы которые не хотят чтобы региональные элиты которые не хотят чтобы их ассоциировали с действиями Путина они будут заявлять об экономической самостоятельности и независимости многие регионы к этому готовы хотят этого почти весь Кавказ Татарстан Дальний Восток Калининградская область то есть тот самый Кенигсберг вот я думаю в России начнется вот этот процесс он же ведь был остановлен началась началась дезинтеграция СССР в 91 году и самый большой кусок вот Россия это фактически не не дезинтегрированная очень большая часть Советского Союза и неудивительно что он начал Путин начал восстанавливать так сказать Россию как вот эту империю Советскую империю Российскую империю я думаю продолжится процесс дезинтеграции в России и со временем я не знаю в какой исторической перспективе на территории России я в этом не сомневаюсь возникнут многие разные демократические государства не опасны друг другу я очень надеюсь что с территории России будет одолено ядерное оружие разными усилиями разными обстоятельствами и эти государства будут безъядерными вот и Китай тоже будет безъядерным а у Китая будет своя история я сегодня уже чуть-чуть начал на эту тему Китай это такой тени толка с одной стороны коммунистическая партия с другой стороны рыночная экономика и демократия и это выжить вместе не может это вот как мы обсуждали теорию Андрея Сахарова конвергенции сращивания коммунизма и капитализма это не бывает так ну хорошо я уже не вижу вопросов Люба я не знаю вы только если вопрос хотите может у нас уже как бы время давайте вот последнего Леонида честно говоря у меня не вопрос а просто чувствую что наше общение подходит к концу мне хотелось выразить чрезвычайную сердечную благодарность Константину Натановичу за его компетентное интереснейшее обширное высказывание очень очень обогащающие беседы и большое вам просто спасибо спасибо вам спасибо вам присоединяюсь я хотел бы высказать свое несогласие с Константином по поводу дезинтеграции и особенно задела его мысль о том что Калининградская область одна из будущих независимых стран я из Калининграда и поэтому мало этого я еще добавлю такую еретическую мысль если бы не тупоголовость центра во главе с Горбачевым не было бы отделения республик Прибалтики я об этом говорю с полной ответственностью потому что я был знаком с многими ведущими лидерами народных фронтов всех этих трех республик первой волны и когда эта первая волна говорила что нам нужна экономическая независимость а не государственная мы понимаем что западный рынок нас не ждет то с центра шли только лишь циц молчать сделать как мы ну и плюс тому стрельба и так далее то есть когда радикальная вторая волна народных центров увидела и объяснила народу вы видите к чему ведет эта политика этих первых так сказать лидеров то победили Ландсбергис и все прочее там тому подобное поэтому я считаю что дальнейшее рассуждение о том что Россия распадется на части я с этим не согласен готов заранее извиняться нет нет Леонид я тоже с этим не согласен это исторический факт это величайшая трагедия вот у меня есть один знакомый Леонид Михлин вот он вынужден был переехать в Соединенные Штаты проводить там свою старость хотя мог бы в Калининградской области он же ведь натурализированный немец там его поместье было его деда его так сказать несколько поколений а вот он вынужден был уехать из Кенигсберга и проводить старость в каких-то неприятных Соединенных Штатах вот Леонид я тоже не хочу дезинтеграции я понимаю как это опасно но я знаю что по-другому не бывает вы знаете я мне показалось что вы ищете какие-то у нас родственные связи нет я просто я просто вы хотите со мной поспорить вы спорите со мной из Соединенных Штатов куда вы перебрались и в безопасность от очень опасной России вот и от очень опасных у меня к вам один частный вопрос если можно лет 30 назад в Калининграде была организована биржа Гонзейская ладья был такой Шевченко который это организовал потом он уехал и дальше да мы чуть-чуть ему помогли подготовив группу брокеров в эту биржу биржа куда-то пропала слава богу в Калининграде остался и так он и действует частный лицей Гонзейская ладья у меня вопрос что с биржевой деятельностью в том числе вашей в Москве и почему у нас в Калининграде тоже напропало ну все это превратилось в нормальные биржи биржи нефтяные газовые мы создали такой инструмент универсальный который на биржу то не был похож вот со временем это все превратилось в то что есть здесь в Соединенных Штатах давайте Александр вот Алекс хочет какой-то вопрос последний вопрос Алекс только включите ваш микрофон Алекс микрофон включите Алекс будет представлять у нас религиозную часть евреев пожалуйста я хочу поблагодарить Константина я не знаю отчество его за эту замечательную беседу я очень тронут и очень сильно ему благодарен и благодарен вам Александр за то что вы сделали вот это так сказать собрание да спасибо спасибо вам большое и Александру спасибо Александр Содиков Цаник это еврейский мудрец это Рэмбе у вас очень хорошая фамилия Александр у меня еще один вопрос если можно чтобы еще вы неоднократно но продолжали эту тему с удовольствием тем более что Александр мне обещал прислать бутылку коньяка я уже обещал я к вам приеду тем более если вы сидете в Сан-Франциско дайте адрес я вам я вам подарю бутылку коньяка я живу в Лос-Анджелесе ну я в Сан-Франциске я извиняюсь хорошо отдайте Александру он передаст спасибо большое спасибо всем спасибо вам все до свидания не забудьте обязательно найти нашу передачу на youtube-канале и поставить лайк и подписаться на канал ну что евреи объединяйте на канал Константина Натановича все всем спасибо пока пока всех благ